Расскажите о самом интересном случае, когда кто-то пытался унизить или обидеть вас, но это сыграло против них. Один парень занял мое место на парковке перед зданием, где я тогда работал. У меня был видавший виды пикап, он же был на дорогом с виду BMW. Я посмотрел на него типа, какого черта? Он подошел ко мне и сказал, у меня крутая машина, такие надо парковать перед зданием, а тебе стоит припарковать свой кусок дерьма где-нибудь, где его не будет видно. Что же было потом? Оказалось, что это парень, с которым в то утро у меня было назначено собеседование на должность менеджера по продажам. Изменено, хорошо, расскажу, что было дальше. Мы сели за стол, он не узнал меня. Я решил, что просто закрою глаза на то, что произошло, ведь хоть он и мудак, но возможно умеет продавать. Мы поговорили пять минут и я понял, что не стал бы нанимать его, даже если бы не его поступок на парковке, поскольку он скорее походил на хитроватого продавца поддержанных автомобилей и явно не был профессионалом в деле продаж. И я спросил его, какую машину он водит. Он похвастался своим трехлетним BMW и спросил, на чем я езжу. Я широко ухмыльнулся и сказал, у меня Mercedes-Benz. Это была ложь. Но сегодня я приехал на своем старом пикапе. Какой-то мудак занял мое место на парковке и сказал, чтобы я припарковал свой кусок дерьма там, где его никто не увидит. Он побледнел и попытался сделать вид, что не понял, о чем я. В конце концов я добавил, он был на такой же машине, как у тебя. Мы перезвоним, если я решим взять тебя на работу. Это произошло с моим папой. В то время он работал в какой-то рекламной компании или что-то в этом роде. У них на работе была очень деловая атмосфера. Каждый день папа надевал супермодный костюм с галстуком и ехал в офис, расположенный в супермодном здании. Как-то раз одного сотрудника повысили и перевели в его отдел. Новичок был очень молодым, почти вчерашний выпускник колледжа. Оказалось, что два других парня, которые работали в этом отделе, учились в одном колледже с новичком. Назовем их Тед и Тедди. Новенький тут же начал ходить за ними. Подходил к ним за советом под любым предлогом. Примерно через три дня Тед и Тедди решили разыграть новичка. Они сказали ему, что в следующую пятницу в офисе будет день гавайских рубашек, что, конечно же, было неправдой. Они заранее рассказали об этом моему папе и попросили его отправить новичку письмо по электронной почте о том же, чтобы выглядело так, будто все об этом знают. Папа сказал, что отправит. И он отправил новичку письмо о том, что будет день гавайских рубашек. А потом он написал своему начальнику и ввел его в курс дела. Но вместо того, чтобы просто разоблачить Теда и Тедди, они с начальником организовали настоящий день гавайских рубашек, рассказав об этом всем, кроме Теда и Тедди. В то же время папа сказал Теду и Тедди, что в следующую пятницу в офис приедет фотограф, поэтому нужно нарядиться очень официально. Фотография, на которой папа и все его коллеги одеты в гавайские рубашки, кроме двоих чуваков в строгих костюмах, которые спрятались сзади, просто бесценно. Изменено, нашла фотографию. Мой папа работал в техническом отделе очень дорогой и престижной школы, где учились только мальчики. На самом деле это была довольно престижная должность, требовавшая немало профессиональных навыков и хорошие мозги. Он был очень предан своей работе и часто работал сверхурочно по выходным. Но поскольку это была дорогая школа в богатом районе, ему часто приходилось сталкиваться со снобизмом. Родители учеников вели себя как мудаки, ученики были практически неуправляемы. Чтобы справиться с давлением, папа выполнял свою работу на высшем уровне и старался никогда не сердиться, даже на Толику. Итак, одним субботним утром он пришел в мастерскую кампуса. Он пришел туда в 9 утра, сварил кофе и некоторое время готовил материалы, и только после этого включил вытяжку, которая всасывает опилки. Замечу, что закон о шумовом загрязнении позволяет пользоваться подобного рода машинами, начиная с 7 часов утра. Какой-то мужик, скорее всего отец одного из учеников, выбежал из своего дома, расположенного рядом с мастерской, в одном халате. Закатил настоящую истерику, крича на папу, чтобы он выключил вытяжку. Папа стоял на своем, пытаясь объяснить, что по закону он уже может пользоваться вытяжкой, и что он из вежливости подождал до середины утра. Мужика это не убедило, и он начал угрожать, сказав что-то типа, «Меня все знают в колледже, я знаю многих, я могу сделать так, чтобы тебя уволили, кто твой начальник?» Папа ответил, «Могу дать вам номер начальника технического отдела», и протянул мужику визитку. Мужик вытащил свой телефон и набрал номер. Он уставился на папу все еще на взводе, готовый заложить его начальнику. Зазвонил телефон папы. Он достал его, ответил на звонок и сказал «Имя, фамилия, начальник технического отдела». Мужик психанул еще сильнее, бросил визитку папе и выскочил из мастерской. Я присутствовал на военном учении. Один из инструкторов что-то неправильно объяснил солдатам, и я поправил его. Он закатил сцену и обвинил меня в неуважении к старшим по званию. И я указал ему на то, что именно я старше его по званию. В седьмом классе, это было лет 20 назад, задолго до интернет-эры, я недолго встречался с девушкой по имени Диана. Я порвал с ней, потому что мне не нравилось проводить с ней время, и мы встречались лишь из-за того, что один раз сходили вместе на танцы. Мы не заходили дальше поцелуя. В общем, она расстроилась и устроила сцену. Это произошло посреди обеденного перерыва в школьной столовой. Она крикнула, пофигу, ты все равно неудачник, и у тебя слишком большой шланг. Вот в чем она ошиблась. Первое, она намекнула, что видела мой прибор, нам было по 13 лет. Вся школа начала считать ее шлюхом. Второе, она сказала, что у меня большой шланг. До самого окончания школы все думали, что это правда. Я даже в раздевалке спортзала старался переодеваться как можно осторожнее, чтобы поддерживать этот слух. Третье, из-за этого слуха я стал пользоваться некоторым успехом у девочек. Хотя, по правде говоря, у меня довольно средний. Один парень оговорился и сказал мне после матча в баскетбол, где моя команда обыграла его команду, «Ну что, каково это? Пойметь меня в мой зад?» Мы еще долго дразнили его после этого. Напомнило мне похожий случай. Мой друг разозлился на кого-то и начал кричать, как отомстит ему. Он крикнул, «Знаешь что? Я сделаю фото того, как ты засовываешь свой шланг мне в рот и покажу его всем в школе. Тогда ты все поймешь». Мы до сих пор напоминаем ему об этом. Я решил перевестись в другой колледж, немного ближе к дому. Многие из моих школьных друзей учились в этом колледже, и когда я переехал, мы проводили вместе много времени. Они жили в другой части кампуса, и я приходил к ним почти каждый вечер. Одна из девушек, которая дружила с ними и жила в том же общежитии, по какой-то причине не взлюбила меня. До сих пор, не знаю почему. Со всеми прочими я отлично ладил. Через несколько недель она начала встречаться с одним из моих соседей по комнате. Я не знал об этом, они познакомились с ней через меня. Она поначалу не знала, что мы с ним соседи. Как-то раз мы все тусовались в ее общежитии, мои друзья тоже были там. Как он рассказал мне позже, когда я ушел, она назвала меня придурком и начала говорить неприятные вещи обо мне. По его словам, он крикнул ей что-то типа, «Не смей говорить такое о моем соседе! Он отличный парень!» И он порвал с ней. Ему повезло, она была той еще стервой. Это произошло не со мной, а с моей мамой. До моего рождения она работала в правительственном учреждении. Они проводили много вечеринок, на которые приходили офицеры и администрация. На одной из вечеринок один чувак, который был известен частыми домогательствами к женщинам, выпил лишнего. Он подошел к моей маме, ущипнул ее за зад и сказал, «Мне бы очень хотелось попасть в твои трусики». Это очень задело маму, но она решила сохранить хладнокровие и сказала, повысив голос так, чтобы ее слышали все. «Почему? Ты обосрал свои трусы?» Воцарилась тишина. Задница чувака сморщилась, лицо покраснело, и после этого он еще долгое время не домогался никого. В это же время в зале находился ее будущий муж, мой отец, который услышал этот диалог, и это произвело на него впечатление. Вскоре после этого он предложил моей маме сходить на свидание. Через три месяца поженились и до сих пор вместе. Девочка, с которой я сидела за одной партой на уроках рисования, была крупной и крикливой задирой. Одной из тех, что целый день говорят всем ужасные вещи, но робеют и начинают плакать, если кто-нибудь поступает с ними так же. В общем, как-то раз она начала смеяться над моими новыми очками и сказала очень громко, так, чтобы услышал весь класс. «Вау, линзы такие толстые!» Я посмотрел на нее и вежливо, но громко сказала, «Ты тоже толстая, но я всегда думала, что невежливо так говорить людям». Это заткнуло ее. Когда я учился в восьмом классе, один одноклассник постоянно задирал меня. Однажды он решил, что будет забавно стянуть с меня мои джинсы во время обеда. Так вот, приспущенные штаны были в моде в нашей школе, когда я учился в восьмом классе, и почти никто не носил штаны, подняв до пояса, как и полагается. Почти никто, кроме меня. Кроме того, я еще помнил о том, что такое чертов ремень. Когда этот придурок схватился за мои левайсы, пытаясь стянуть их вниз, вся школа лицезрела, как он домогается другого чувака. Это стало расплатой за все то дерьмо, которое я пережил от него в тот год. Прошлым летом я устроился на работу в небольшое рекламное агентство в Нью-Йорке. В мой первый рабочий день меня встретила проблема в виде ужасной рекламы, которую нужно было исправить. Когда я пришел в офис, меня встретил Билл. Это не его настоящее имя, но он был дебил, поэтому так и сойдет. Билл захотел узнать всего через час после начала рабочего дня, когда я смогу предложить что-то по поводу исправления рекламы. Я сказал ему, что буду рад услышать его мнение по поводу моего предложения, но я пока еще только начал. Он начал выговаривать мне за то, что я слишком дерзкий, добавив, что мне лучше соблюдать субординацию, потому что он возглавляет этот отдел. Пока он продолжал свою тираду, вокруг нас собралась толпа сотрудников. Один из младших сотрудников пытался привлечь его внимание, что только усугубило его ярость по поводу моей воображаемой наглости. В итоге владелица агентства вышла из своего кабинета. Билл пожаловался ей на меня и сказал, вы посмотрите, какой умник у нас появился, как вы собираетесь его проучить? Она сказала, Билл, это наш новый креативный директор, он твой новый босс. Он сразу дал заднюю и начал говорить, что просто решил пошутить, притвориться, что у нас дедовщина. У него буквально слезы потекли по щекам. Чтобы прервать неловкое молчание, я сказал, Билл, подойди ко мне через час. Вместе обдумаем мое предложение. Коллега, который почему-то думал, что я сплетничаю о нем за его спиной, решил начать тайно записывать мои разговоры с другими коллегами на моем рабочем месте. Он похвастался о том, что добьется моего увольнения перед одним из моих друзей. Ему объяснили, что в нашем штате это уголовное преступление и что отдел кадров не потерпит такого рода проделки. В последнюю минуту он заявил, что это была лишь шутка, но мне было достаточно того, как сильно он испугался. После этого он отстал от меня. У меня был перерыв на работе, я сидела в подсобке и задержалась на несколько минут, потому что переписывалась со своим парнем. Одна стерва, которая работала со мной, вошла в подсобку, где я была, и сказала нашему боссу, «Посмотрите на имя». Переписывается вместо того, чтобы работать. Она сама постоянно убегала в подсобку, чтобы посидеть в телефоне и уклониться от работы. Босс посмеялся и сказал, «Никого тебе не напоминает?» Она сразу заткнулась. Сучка уволилась через два месяца. Никто не скучал по ней. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.